В Государственной Думе был принят долгожданный закон об общественном контроле. В Общественной Палате состоялся учредительный съезд организации – Российская Ассоциация Общественного Контроля. Сегодня у нас две главные задачи. Первая – это обсуждение направлений развития общественного контроля с учетом принятия данного закона и дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы на федеральном и на региональном уровне. И вторая тоже очень важная задача, которую сегодня мы постараемся решить, это в соответствии со статьей 17 данного закона мы должны создать ассоциацию по выработке правил процедур этических норм и координации деятельности в сфере общественного контроля. Нельзя сказать, что общественный контроль не существовал до принятия закона. В том или ином виде он осуществлялся как общественной палатой, так и некоммерческими организациями. Но сейчас, когда проект открытого правительства получил законодательное утверждение, необходимо обсудить основные направления и дальнейшее развитие. Три основные задачи ставили мы перед собой. Обеспечить в деятельности федеральных органов исполнительной власти, с одной стороны, информационную открытость и прозрачность, с другой стороны, за счет предоставления информации в понятном для простых граждан виде, обеспечить широкую вовлеченность экспертного сообщества, гражданских инициатив, систему принимаемых решений на уровне наших министерств и ведомств. Это был второй элемент. Третьим элементом являлась подконтрольность органов исполнительной власти, общественному мнению, подконтрольность общественным организациям и институтам общественного контроля. Общественный контроль всегда вызывал разночтение. Нормативно-правовой акт нужен, чтобы определить общие положения и направления деятельности. Участники съезда также подчеркнули, что необходимо проконтролировать соблюдение закона в регионах. Основные задачи – оправдать доверие общества и сделать работу правительства, министерств и ведомств максимально прозрачной и открытой для любого гражданина. Но некоторые пункты принятого закона все равно вызвали неоднозначную реакцию. Главный недостаток этого закона, я вижу, в том, что здесь выпал главный элемент общественного контроля. Зачем нужен общественный контроль? Для обеспечения защиты общественных интересов. А что такое общественные интересы? Вот этот вопрос выпал как таковой. И мы настаивали на том, чтобы понятие общественных интересов вернули в закон. Это была и позиция нашего совета, и позиция общественной палаты. К сожалению, Государственная дума к нам не прислушалась. На съезде был сформирован состав Ассоциации общественного контроля. Президентом избрали заместителя секретаря общественной палаты Владислава Гриба. Для гражданского общества, для нашей страны это судьбоносное значение, потому что на базе этого закона будет выстроена целостная система общественного контроля за органами государственной власти и местного самоуправления. Это даст реальные права гражданам участвовать в контроле за деятельностью органов власти. То есть эти права гарантированы Конституцией, но они воплощение конкретное нашли в данном законе. Главное это поправки в профильные законы, то есть в десятки профильных федеральных законов. Если мы их проведем, это будет реальный импульс развития системы общественного контроля. То есть мы как бы базу создали, плацдарм, но мы еще в начале пути.